Девушки отдыхают Одного типа тепловентилятора выпускаем до 900 штук Иметь такую производительность заводу удается благодаря современному оборудованию Машина для покраски итальянская, станок, где вырезают детали немецкий Но даже при больших вложениях руководство смогло сохранить доступные цены на готовую продукцию На сегодняшний день мы добились таких результатов, что китайская продукция не дешевле нашей Причем мы намного качественнее и мобильнее Ижевский завод теплового оборудования следит за экологией и применяет безотходное производство Ижевские власти ценят предприятие еще и как исправного налогоплательщика Для нас самое главное, когда компания открыта здесь, зарегистрирована в городе Ижевске И платят все налоги непосредственно в городе Ижевске Люди получают достойную зарплату Для города Ижевска это основной налог подоходный На мощностях Ижевского завода теплового оборудования делают продукцию под 15 торговыми марками Подсчитали, что каждая четвертая завеса, проданная в России, произведена здесь Впрочем, за рубежом тоже интересуются ижевской продукцией Была интересная заинтересованность у Австралии на инфракрасные обогреватели Вроде бы и регион теплый, а инфракрасные обогреватели там вызвали особый интерес Сейчас первая партия тестовая туда отправлена для изучения Пять лет компании – повод подвести итоги и поставить новые задачи В 2012 году Ижевский завод тепловой техники планирует увеличить объемы производства почти в два раза И выйти на европейский уровень Изделие, вот этот блок, повторить почти никто не может Даже по нашим же уже чертежам Директор Ижевского завода тепловой техники с гордостью рассказывает о достижениях Тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, конвекторы и тепловые завесы Ежедневно предприятие выпускает тысячи изделий Подсчитано, что каждая четвертая тепловая завеса, проданная в России, произведена здесь Потребитель хочет различных продуктов в ассортименте Поэтому мы пытаемся отладить систему производства Мы так, чтобы иметь возможность удовлетворить потребность рынка И выпускать несколько продуктов в день Производство начинается с координаты вырубного пресса Немецкий станок вырезает из листового металла детали под любую задачу Дальше заготовка отправляется на вальцовку, гибку или штамповку Теперь изделию нужно дать свет Участок порошковой покраски – самый зрелищный этап производства В специальных камерах итальянского оборудования детали под сильной тягой покрывают краской Засыпаем, а она потом через циклон проходит, через виброситы пропускается То есть без мусора, без всего, чтобы это было И все, она пропускается через циклон и обратно пах Современное оборудование позволяет экономить краску Так, 40 килограммов порошка достаточно, чтобы покрыть тысячу заготовок Дальше они попадают на стол сборки Добавляя новые комплектующие, работники завода вручную доводят деталь до готовности Например, вот на этом конвейере мы в одну смену одного типа тепловентилятора Выпускаем до 900 штук Сейчас на Ижевском заводе тепловой техники делают продукцию под 15 торговыми марками А в 2012-м планируют увеличить объемы производства почти в два раза И выйти на европейский рынок Восемь утра встало солнце Проснулись машины для прессовки и штамповки Заводчане уже на местах Познакомимся с некоторыми из них Дмитрий Чебыкин собирает тепловые пушки и играет в рок-группе И завод поет, когда у тебя голова музыканта Дмитрий Чебыкин днем собирает тепловые пушки, а вечером играет на барабанах и бас-гитаре в рок-группе Говорит, во время работы даже за конвейером не упускает возможности мыслить творчески Точность движения пальцев помогает без промедления собирать продукт А на репетиции и концертах выдавать звуки рока Дмитрий говорит, их музыкальной группе за пять лет Играют каверы, иногда сочиняют сами Один раз мы делали труды, колодец влазили Записывали звуковые эффекты, бульканье, капанье, всякое такое А на одном конвейере с Дмитрием велосипедист Алексей Алексей Киреев, велосипедист, мастер спорта по шоссейным гонкам К высоким скоростям Алексей Киреев привык с детства 80 км в час с такой скоростью велосипедист обгонял соперников на последнем круге Это уже когда под финиш идет Это куча вот едет, она как по инерции Мама ее называет Как ни назови, но хороших результатов не будет без тренировок Всю зиму это тренируешься, проверяешь себя уже потом на прочность Уже потом все выводы делаешь Алексей говорит, от внутренней собранности каждого зависит общий результат Больше тысячи изделий в день на одном конвейере – показатель хороший Олеся Емельянова, Владимир Литрифтенко, Новый регион